Себя показать и на других посмотреть. Народный ансамбль песни и танца Эрвел Мари из республики Мариэл стал гостем шестого межмуниципального праздника «Заполярное Финоугорие», посвященного Дням родственных финоугорских народов. Праздник по традиции состоялся в Доме культуры поселка Красное. Александра Литкова продолжит. Первым своим номером артисты из Мариэл представили народную марийскую песню, с которой обычно встречают гостей. Этой песней мы, как обычно, в Мариэл у себя, на родине, встречаем гостей. Ну, так же и просто поем в ансамбле. Праздник «Заполярное Финоугорие» проводится раз в два года и посвящен одному или нескольким финоугорским народам. В этом году в центре внимания – марийцы. Коллектив Эрвел Мари с радостью откликнулся на предложение посетить Ненецкий округ. Охот посмотреть культуру другого народа. Даже, можно сказать, в другой точке нашей страны находимся. Это нам интересно. Хотим показать свои традиции, свои танцы, песни. Выступали гости праздника под свои народные музыкальные инструменты. Один из них – тюмор, что-то вроде барабана. На мероприятии также выступили артисты народного ансамбля «Маймбова» и юные танцоры образцового коллектива поселка Красное «Северок». У нас этот праздник стал уже традиционным. Он проводится с 2012 года в Заполярное Финоугорье. Мы знакомим население муниципального образования с разными народами, именно те, которые входят в финоугорскую группу. Ярмарка продажи сувениров, мастер-классы, фотовыставки и этнодискотека – обязательные составляющие праздника. Мероприятие состоялось с учетом всех действующих в регионе ограничительных мер. Наполняемость зала – 30%. Концерт прошел очень здорово. Нам все очень понравилось. Мы очень рады, что такие концерты проводят, даже если идет пандемия. Да, интересно было на них смотреть. Танцы, какие-то движения – это все такое. Никак у нас. Правда, очень понравилось. Дни родственных финно-угорских народов, самобытная и уникальная культура которых непосредственно связана с сохранением родного языка и традиционного образа жизни, отмечают в нашей стране с 1991 года. В завершение праздника творческие коллективы получили заслуженные награды и грамоты от окружных властей. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал Север.